Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня в рамках этого видео мы с вами будем тестировать новую палетку от бренда Anastasia Beverly Hills, которая называется Cosmos. Мы с вами, как обычно, посмотрим свотчи, сделаем три макияжа. Обязательно посмотрим вечернее включение этих макияжей и затем, как обычно, поболтаем и обсудим все нюансы и особенности этой палетки. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Время первого макияжа и нам с вами по-любому нужно попробовать матовый оттенок с блестками и посмотреть то, насколько эти блестки держатся в течение дня. Поэтому в рамках первого макияжа мы с вами сразу же попробуем эту блестяшку. Это матовые тени с блестками. Я напомню, что в похожей текстуре есть, например, Colorpop, да, много какого есть, но чаще всего эти блестки отваливаются в течение дня, если не наносить их на какую-то липкую подложку. Сегодня, так как мы с вами тестируем тени, конечно же, никакой подложки не будет. Соответственно, так как это очень темный оттенок, его нужно наносить на подвижный век, а значит у нас с вами будет что-то вроде смоки, либо графического какого-то элемента. При этом вот эта малышка будет на все подвижный век, конечно же. Соответственно, у нас сегодня с вами будет очень темный макияж и форму я буду использовать... Ой, выстраивать оттенок, который называется Dark Matter. Это фиолетово-черный оттенок и в принципе он частично перетекается с тем самым оттенком Galaxy. Скорее всего, в дополнение мы на нижнее веко нанесем голубоватую блесточку, чтобы ну просто хоть немножко развеселить эту черновато-синеватую историю. Возможно, еще также надо было попробовать в рамках этого макияжа оттенок Mercury, но честно сказать, мне кажется, он немножко будет не вязаться, но будем смотреть. Пока что давайте начинать простраивать форму. Начинать мы будем построение формы с оттенка Dark Matter и я буду прорисовывать натуральной кисточкой направление, во всяком случае, по верхнему веку. Тени вообще не полят, во всяком случае, этот оттенок, когда его набираешь на вот такую вот малышку-поску. Я уже выбрала направление и я буду ориентироваться на это направление, когда буду прорисовывать форму. У нас с вами по итогу получится макияж, похожий на мейк из промо-фото, который черноватый с какими-то дополнительными блестками. Так, поехали. Какой сильно пигментированный оттенок. Тут даже подложка никакая не нужна. Этим же оттенком начинаю заполнять внешний край формы и внутренний уголок. Напомню, что по всему подвижному веку у нас с вами будет оттенок Galaxi, поэтому именно в серединку я не лезу. Забавный факт. Мы с вами не так давно пробовали новую палетку от Dinona и я говорила, что там самый темный оттенок зеленки. Когда я его наслаиваю, он наслаивается пятнами и в принципе не очень хорошо тушуется. Здесь самый темный оттенок. Наслаивается просто идеально. Пятен нет и он отлично тушуется. Я могу спокойно подтянуть внешний край и растушевать этот оттенок и все будет замечательно. И плюс здесь просто невообразимо крутая прессовка. Я этому очень рада. Мы еще с вами прессовку проверим, когда будем делать более носибельные варианты макияжа. Но мне кажется, что единственный более-менее сыпучий оттенок будет Space Dust. Это оттенок выхода в кожу, оттенок складки века. А все остальные теоретически сыпать не должны, потому что визуально у них одинаковая прессовка. И это очень и очень круто и здорово. А сейчас будет ход конем. Мы сейчас с вами будем пробовать самый, на мой взгляд, сомнительный оттенок. И скорее всего самый сыпучий оттенок Galaxy. Я набираю его на плоскую натуральную кисточку. Да, этот оттенок пылит и другого в принципе я не ожидала. Главное, чтобы он мне под глаза в течение дня не особо сильно сыпал. Начинаю наносить в серединке подвижного века. И обязательно буду его наслаивать, потому что сам по себе оттенок такой сероватый-черный. С голубыми и зелеными вкраплениями. В принципе, наслаивается неплохо. Семеноватенько, как я ничто выходит. Но в принципе, ладно, это ожидаемо. Но я просто давно не делала никаких вот прям супер темных, черных или темно-синих макияжа. Поэтому для меня это, конечно, немножко непривычно. Но в принципе, я рада, что качество хорошее. И это меня более чем устраивает. Ну что, делаем вторую стрелку. Мне просто кажется, что она будет здесь немножко уместна. И будет выходить из внешнего края. Поэтому я опять набираю оттенок Dark Matter на ту же плоскую натуральную кисточку. Можно теоретически просто соединить с нижним веком. В принципе, будет окей. Но стрелка. Стрелка. Я ее буду выводить чуть-чуть в сторону. И как бы из внешнего края верхнего направления. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть совсем вывожу. Она будет не супер какая-то там толстая. Мне просто нужно, вернее, дополнительное легкое направление. Ну, пускай будет как-то так. Только я чуть-чуть закосячила с внешним краем. Поэтому сейчас немножко подправлю. И уходить у нас она будет с вами просто во внешний уголочек. Во внешний угол по нижнему веку добавляю этот же черный оттенок. Могу немножко подтушевать границу. Самое главное, много теней не наносить сейчас во внешний уголочек. Иначе весь смысл потеряется. Продолжаю распределять эти тени по нижнему веку. Наношу этот оттенок вплоть до внутреннего уголочка. Но поверх черных теней, именно во внутреннем уголочке, мы с вами сейчас добавим голубую блесточку. На кисточку чуть побольше. Давайте все-таки наберем оттенок Space Dust. И нанесем его по нижней границе. Чтобы немножко хотя бы подтушевать границу и увести этот черный цвет минимально в кожу. Потому что здесь у нас с вами нету графики. И резкий обрыв черного оттенка будет смотреться как синяк. И очень и очень даже некрасивый синяк. Еще дополнительно опять поднабираю темный цвет. И подтушевываю вдоль ресничного края. Беру плоскую натуральную кисточку и набираю оттенок Super Cluster. Который называется эта голубоватая блесточка. Это именно Sparkle. Здесь нет базы, как в принципе и в части остальных цветов. И наношу я эту блесточку ближе ко внутреннему уголочку. В идеале, конечно, я бы нанесла в нормальной ситуации, если бы мы с вами не тестировали тени, на какой-либо карандаш. Либо зеленый, либо же голубой, либо вообще белый. Чтобы это смотрелось максимально ярко и интенсивно. А не вот так вот, как это сейчас смотрится. Потому что немножко теряется оттенок. Еще очень красивый цвет. Чертовски красивый цвет. Мне кажется, сочетание будет с коричневым невообразимо крутое. И немножко распределяю этот цвет вдоль ресничного края. Вот вплоть до радужки. Как вы видите, в фоне я доделала наш с вами черный, голубой, черно-синий макияж. Во внутренний уголочек я сердце по этой не выдержала. И добавила хайлайтер из туалетки Анастасии Баври Хиллс, который называется Orion. В принципе, можно было бы добавить даже серебристый какой-то хайлайтер. Но мне вспомнилась эта палетка. И мне показалось, что будет очень гармонично смотреться с нашей с вами блесточкой. По нижней слизистой я изначально нанесла карандаш Рилуи в оттенке 0,7. И поверх во внешнем уголочке я нанесла черный каял. Для того, чтобы у меня был такой перекод из черного в синий в бирюзовый. Чтобы это просто смотрелось чуть более гармонично. И также я этот черный каял добавила по верхнему ресничному краю. В принципе, мне по итогу нравится, как выглядит макияж. Он выглядит достаточно интересно, симпатично. Но есть некоторые нюансики, про которые я должна сразу же сказать. Я уже несколько раз поправляла макияж под зоной под глазами. Под зоной под глазами. В зоне под глазами. Потому что у меня были какие-то черные пятнышки. Черная спашка. Несмотря на то, что я старалась максимально аккуратно наносить тени. Может быть, что-то сыпало с ресниц. Я не знаю. Но я поправляла дважды. То есть, один раз я убрала все черные какие-то мелкие точечки. Изначально это были точки. Потом, когда вы начинаете их подправлять, они начинают размазываться. И получаются черные полоски. Окей, я поправила. Потом, спустя время, когда я приклеила пучки, я опять заметила, что у меня было несколько сыпажек. Так что вполне возможно, что это сыпание с ресниц. Посмотрим, как будут себя вести тени в течение дня. И еще один момент, который я заметила. Вроде бы, я не так уж сказать, что давно наносила тени на подвижное веко. Но я уже расправляла, распрямляла некоторые легкие покатушки. Особенно это касается черного с блесточками нашего оттенка Galaxy. То есть, он вполне себе без подложек отлично скатывается, если у вас глубокая посадка глаз. Ну что, давайте с вами увидимся в конце дня. Но для начала я вам также покажу максимально близко глазик. Прошло 9 часов. И давайте с вами смотреть, что происходит. Тени скатались, при том скатались достаточно сильно. И с одной стороны, и со второй стороны. Хочу отметить, что это скатывание, не такое серьезное, конечно, но тем не менее, появилось уже спустя где-то 2-2,5 часа. И я считаю, что это не совсем допустимо для матовых теней с блестками. Касаемо блесточек. Они особо сильно не сыпали. Внутренний уголок держится. Вернее, не совсем внутренний уголочек. А вот здесь вот наши с вами блесточки держатся, в принципе, неплохо. Тени не поблекли. Было еще несколько дополнительных черных осыпаний. Но не сказать, что очень серьезно. Больше у меня, конечно, претензии к тому, что тени настолько сильно скатались. Начинаем второй макияж. И он у нас с вами будет достаточно носибельным. Мы воспользуемся оттенками Supernova, Orion и Sun. И, скорее всего, по подвижному веку у нас с вами будет уходить Supernova в Orion. А оттенок Sun я добавлю на нижнее веко. Основными матовыми цветами сегодня у нас с вами, скорее всего, будет вот эти вот 3 штучки. Самый темный будет Eclipse, но, возможно, все-таки я возьму не Eclipse, а Mars. А Eclipse мы с вами попробуем в рамках следующего видео. Давайте начинать. Первым растушевочным оттенком я возьму самый нейтральный, на мой взгляд, матовый цвет из этой палетки, который называется Space Dust. Но я предупреждаю, что он все равно уходит в некую легкую рыжинку. Набирая на пушистую кисточку, если этот оттенок набирается на козочку, то он будет очень-очень сильно подпыливать. Беру кисточку поменьше, набираю оттенок Комета и добавляю его в переход в складочку века. Комета по формуле похожа уже скорее на Dark Matter и она меньше пылит. На кисточку еще меньше я, пожалуй, наберу все-таки оттенок Mars. Он рыжеватый-красноватый и будет у нас сегодня с вами оттенком затемнения. Добавляю во внешний уголочек. На плоскую натуральную кисточку набираю оттенок Orion и наношу его на все подвижное веко. При этом ближе ко внутреннему уголочку и на середину я еще поверх нанесу Супернова. Супернова это у нас с вами опять блесточка с отдельными спарклами, то есть своего рода спаркл. Поэтому лучше всего ее наносить на что-то, если не хочется полупрозрачный эффект. Интересный оттенок Orion. Он все-таки больше уходит в золотой, нежели в розовый. И плюс здесь есть дополнительные интересные золотистые блесточки. Выглядит красиво. На чуть более пушистую плоскую натуральную кисточку теперь набираю оттенок Суперновый и наношу его в серединку и ближе ко внутреннему уголочку. И получается безумно круто, безумно красиво. Эти спарклы в палетке это конечно нечто. Они великолепно распределяются, не отпадают в течение дня и смотрятся очень красиво. И давайте делаем еще маленький ход конем. Пожалуй, я возьму оттенок Eclipse и нанесу его немножко вдоль ресничного края по подвижному веку. На кисточку поменьше я набираю оттенок Mars и добавляю его ближе ко внешнему уголочку. Наношу до начала радужки. На бочоночек набираю оттенок Sun и добавляю его под радужку. Во внутренний уголок я опять нанесу хайлайтер из палетки Анастасии и выбираю оттенок Eclipse. На плоскую натуральную кисточку я набираю оттенок Eclipse уже из палетки Анастасии. Это матовый темный и добавляю его вдоль ресничного края по нижнему веку. На кисточку чуть покрупнее набираю оттенок Space Dust и добавляю его на нижний валик. Это у нас будет легкий выход в кожу. Суммарно я сегодняшний макияж, с учетом того, что я еще дополнительно немножко подкрасила губы, делала 15 минут. И если убрать все разговоры, теоретически я бы могла его сделать за минут 10. Есть ли какие-то особенности и нюансы оттенков, которые мы сегодня с вами попробовали? Да. И сразу же говорю про оттенок Orion. Это у нас с вами розоватый золотистый цвет. Именно с золотистыми вкраплениями дополнительных блесток. Эти золотые частицы осыпаются вам под глаза, когда вы их переносите. И со временем в принципе тоже. То есть сейчас у меня немножко вот здесь слегка золотистая. Больше всего мне, конечно, понравился оттенок Supernova. Оттенок Sun уже был у Анастасии Беверли-Хиллз. И мы про это с вами поговорим чуть попозже в выпадах. И я вам даже покажу палетку, в которой был этот оттенок. Касаемо матовых теней. Самый сыпучий это оттенок растушевки, который в большинстве случаев все будут использовать в качестве складки века. Оттенок Space Dust. Все остальные цвета, они чуть лучше спрессованы. И скажу честно, я уже сделала второй макияж. На свеченном того, что мне нужно было сделать этот макияж достаточно быстро, потому что я спешу. И я его сделала очень легко. И тени просто тушуются бесподобно. И сравнивая с Наташей Диноной, на текущий момент, учитывая, что я сделала три макияжа палетки Наташи Диноной и два Анастасии Беверли-Хиллз, я хочу вам сказать, что с Анастасией гораздо легче. Вот прям тени тушуются сами, они не залипают, они очень мягкие, сильно пигментированные. И они не так пылят, как Наташа Динона. То есть сравнивая, для меня сейчас уже 100% я бы взяла Настю для себя. Вот прям на каждый день даже. Сейчас я вам, как обычно, показываю глазик максимально близко. И мы увидимся в конце дня. Предупреждаю, что сегодня плюс 33 обещают. И плюс я иду в тренажерный зал, поэтому я спешу, потому что еще и работать надо. Так что, скорее всего, тени скатаются очень сильно. Но я буду надеяться, что они хотя бы не осыпят под глаза мне. Прошло 10 часов, и давайте проверять, что у нас с вами происходит. Удивление небольшое. Тени практически не скатались. И наши с вами дополнительные вот эти вот золотые блесточки очень и очень даже хорошо держатся. По насыщенности у меня нет вопросов. Тени не поблекли, все хорошо. И также блесточка на нижнюю, вернее, по нижнему веку держатся тоже очень замечательно. Время последнего макияжа. У нас с вами остались неиспользованными только три блесточки. Это самая чудесная голубая, зеленовато-голубая блесточка и еще одна не менее чудесная зеленовато-синевато-голубая блесточка. Это именно спарклы, то есть это отдельные частицы без базы. Соответственно, их нужно наносить по-хорошему на что-то. Но я не буду их сегодня ни на что наносить. Я просто нанесу на пудру. То есть у нас с вами будет такой полупрозрачный эффект. Для того, чтобы сделать форму, форма у нас будет с вами сегодня схожа с первым макияжем, я буду использовать опять-таки самый темный оттенок из палетки и буду его выводить, подтушевывать, вернее, оттенком Eclipse. И по нижнему веку мы с вами попробуем сероватый металлизированный оттенок. Это именно серый такой серо-серебристый даже оттенок. И мы его с вами нанесем в переход по нижнему веку, чтобы просто посмотреть, как он набирается и как он смотрится на глазах. В серединку подвижного века у нас с вами будет переход из зеленого в голубой. Они между собой должны хорошо сочетаться, потому что и там, и там есть голубоватые или же зеленоватые блесточки. Смотрим, как они будут смотреться рядышком. Мне очень сильно нравится этот переход и очень сильно нравятся эти блесточки. Выглядят просто бомбически. Так, я уже вывела направление, то есть у нас с вами будет немножко задранная форма. И беру плоскую натуральную кисточку и начинаю выводить форму. Начинаем с оттенка Dark Matter. Начинаю изначально со стрелочки, то есть с основания. Не очень люблю и сразу рисовать графику тенями, потому что линии получаются не супер ровными и их тяжелее контролировать. И они получаются не такими плотными, как когда вы изначально прорисовываете карандашиком, потом карандашик закрепляете. Так, теперь я беру этот же оттенок и немного уплотняю внешнюю часть. Особенно вот на этом изгибе. То есть я дополнительно как будто бы подтушевываю этот оттенок наверх. Но мы его еще с вами будем подтушевывать оттеночком посветлее. На бочонок набираете на Eclipse и немножечко подтушевываю границу. А теперь самое интересное. Заполняю форму блесточками. Я буду начинать с зеленовато-фиолетового оттенка и добавляю эту красоту ближе ко внешнему уголочку. Чтобы залезть в самый-самый уголочек, я беру маленькую натуральную кисточку. Ближе ко внутреннему уголочку и на серединку подвижного века набираю и наношу голубой оттеночек. И стираю границу. Перехожу на нижний век и начинать его с оттенка Eclipse. Наношу его ближе ко внешнему уголочку. На плоскую натуральную кисточку наношу серый оттенок и добавляю его под радужку. Во внутренний уголочек и немножко по нижнему веку я нанесу хайлайтер LUNA от Анастасии. Я передумала, во внутренний уголочек я нанесу оттенок Helia, потому что если нанести луну во внутренний уголочек, будет немножко перебор, но она идеально вписывается по нижнему веку. Пони вдоль ресничного края я прошла с черным гелевым карандашом, а на нижнюю слизистую нанесла Каял от Эссенс в оттенке 32. Сейчас я прорисую внутренний уголочек изначально гелевым карандашом, а поверх пройдусь тенями и затем вам показываю глазик максимально близко и мы будем все это обсуждать. Прошло 9 часов и давайте проверять, что у нас с вами происходит. Немножко скаталась блесточка, но при этом особо сильно не сыпала и тени вроде бы не поблекли. Начинаем обсуждение, как обычно, с базовых характеристик, таких как сколько стоит, где произведена и что у нас с вами по граммовке. На данный момент на официальном сайте Сифоры эта палетка стоит практически 61 евро, 60,95. Но выгоднее всего покупать эту красотку на сайте Дуглас, так как там стоимость без скидок составляет 58 евро. На данный момент, когда я записываю на официальном сайте Дуглас скидки в 20%, эту палетку можно купить за 48 евро. К сожалению, пока выйдет палетка, понятное дело, стоимость возрастет, но имейте в виду, что теоретически ее можно спокойно купить за 48 или же за 46 евро, дождавшись скидок. И поверьте, она будет стоить эти деньги и это будет одна из ваших самых любимых палеточек. Далее, где же у нас с вами красота произведена? Как обычно, практически все палетки Анастасии производятся в США и эта палетка не исключение. Касаемо граммовки, тут есть некоторые нюансы. У Анастасии за последние года полтора вышло суммарно, включая эту палетку, 4 красотки. И везде разная граммовка, как бы это странно ни было. В этой палетке у нас с вами каждый рефил 1.35 грамм, в то время как в палетке Nouveau, это вот эта вот зелененькая с фиолетовым рефилом, тоже, кстати, хорошая палетка, было 1.34. Самая неудачная по количеству граммовки палетка Анастасии за последнее время, это вот эта малышка Rose Metals и здесь всего лишь 1.15 грамм. Казалось бы, самая удачная была, это первый перезапуск Анастасии, палетка, которая называется Primrose, здесь у нас с вами было целых 1.44 грамма. И я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что к этой палетке мы с вами будем еще возвращаться, когда будем сравнивать оттенки некоторых рефилов, потому что здесь есть даже 100% попадание, к большому сожалению. Далее, касаемо того, что же у нас здесь с вами внутри, как только мы открываем красоту. Самое главное для меня это то, что Анастасия поменял упаковки и теперь они все не заляпаны спустя, не знаю, 2-3 использования. Это что-то вроде пластика сверху, но приятного по ощущению пластика. Палетка сама по себе достаточно качественная, картонная, зеркало тоже вполне себе неплохое. И если сравнивать по упаковке, все эти палетки один в один по размеру. Касаемо рефилов, такая же ситуация. Здесь у нас с вами, если я не ошибаюсь, 12 рефилов. В то время как в старых версиях ее палеток было в районе 14-16 рефилов, но там была проблема с граммовкой. То есть там каждый рефил весил 0,7 грамм, а здесь у нас практически x2 продукта и соответственно новые палетки гораздо более выгодны с точки зрения цены за грамм. Ну и теперь переходим к тому, что у нас с вами находится внутри. Здесь нас с вами ожидают 5 матовых рефилов, 3 металлизированных оттенка, 3 спарковых оттенка без базы и 1 матовый с блестками. Такая же текстура матового с блестками была у Анастасии в палетке Primrose, про которую я вам говорила и оттенок назывался собственно говоря Primrose. И давайте начнем обсуждение качества с матовых, потом будем двигаться к самым интересным формулам. В первую очередь это матовые оттенки. Я бы хотела сказать, что они не отличаются под качество друг от друга, но есть один маленький косячок. Оттенок Space Dust это растушевочный оттенок, единственный скорее даже растушевочный оттенок, относительно светлый, он может немножко пылить. В то время как все остальные матовые текстуры практически не пылят. На удивление самый темный матовый оттенок из палетки вообще не пылит, когда вы его набираете на кисточку. Это дорогого стоит. И сравнивая эти матовые с ее старой формулой, то вот эти матовые текстуры гораздо-гораздо круче. Говоря про пигментацию, это высоко пигментированный продукт, который легко наслаивается. Ни один оттенок при тушевке не залипает. Привет Наташа Динона и ее последняя палетка. Ни один. Ни один оттенок не пятнит. Учитывая то, что в рамках первого макияжа я делала графику, мне пришлось набивать оттенок Dark Matter. Я была очень сильно удивлена этому и тому, что тени друг на друга без проблем наслаиваются и наслаиваются не пятнами. То есть их легко сдвинуть, их легко стушевать и они между собой стушеваются просто великолепно и прекрасно. Матовые это просто нечто. Но сразу же предупреждаю, все матовые оттенки здесь теплые, особенно растушевочные. Space Dust, Comet, Mars это исключительно теплые оттенки. Mars это красно-кирпичный такой цвет. Окей, оранжевый кирпичный с примесью красного. То есть мне кажется, он мне всем в принципе понравится. Описывая оттенок Comet, это оранжеватый, красноватый, но просто чуть-чуть светлее, чем оттенок Mars. И тут будет меньше именно красного пигмента. И описывая оттенок Space Dust, я бы хотела сказать, что он нейтральный. Но тут есть легкая перстиковинка, даже легкая рыжинка. Поэтому эта палетка, если вы хотите именно матовые оттенки, исключительно на нейтральный и на теплый потом. На нейтральный, если только летом и если вы любите теплые цвета. Если вам нужны холодные, то мне жаль, но совсем никак. Говоря про темные рефилы, если кажется издали, что Dark Matter это какой-то черный цвет, ни черта подобного. Извините за выражение, но говорю как есть. Это темно-синий с примесью фиолетового и уходящий ближе к черному. Это безумно красивый и безумно сложный цвет. И из-за того, что здесь не чисто черный оттенок, он безумно красиво смотрится с оценком Galaxy. Описывая оттенок Eclipse, здесь есть легкая краснинка. Да, издали он кажется, ну вроде какой-то темно, не знаю, темно-бордовый, темно-фиолетовый, что-то такое. Но нет, это смесь чего-то синеватого с вкраплением красноватого, уходящего скорее в нечто фиолетовое, но при этом не сильно темно-фиолетовый. Тоже очень красивый и сложный оттенок. Можно его что-то похожее смешать, используя оттенок Dark Matter и Mars. Но придется еще Mars немножко разбавить комплекты, чтобы просто был не настолько темный рефил. Мне очень понравились здесь матовые тены. Они легкие, с ними просто. Вспоминая палетку Наташи Динона, которую мы с вами на прошлой неделе тестировали, вернее видео, которое выходило на прошлой неделе, то это просто небо и земля. С Анастасией проще. Притом гораздо проще. И учитывая цену, лучше возьмите Анастасию. Говоря про матовые с блестками. Я сразу же должна вас предупредить, что это единственный рефил, который будет действительно сильно пылить, потому что достаточно рыхлая текстура. Но это не качество матового с блестками от Color Pop. Здесь прессовка все-таки будет повыше, и эти блестки будут у вас держаться. Даже несмотря на то, что вы не будете использовать левкую подложку, они будут держаться и не сыпать вам под глаза в течение дня. Это дорогого стоит. Из минусов вы должны понимать, что как только вы будете переносить тени, переносите их аккуратно, потому что эти блестки могут в этом случае немножечко осыпаться. Плотный, сильно пигментированный оттенок, очень красивые дополнительные вот эти блестки. Они зеленовато-голубовато-синие. То есть зеленые, и то зеленые, описывая, это скорее бирюзовый оттенок, нежели чистый зеленый. Очень красивый цвет, очень прикольно смотрится на глазах, но вы должны понимать, что это вариант черного смоки. По-другому никак. Либо вы можете уйти, сделать затемненный уголок из Dark Matter, потом уйти в Galaxy и потом уйти в оттенок Super Cluster. Это наш с вами, как его описать? Sparkle, короче говоря. Все Sparkle у нас с вами без базы. Маленький спойлер. Описывая металлизированные оттенки. Это классика. Это шикарные, мягкие металлизированные оттенки, которые есть в каждой палетке Анастасии и Beverly Hills. По-коммуле они полностью совпадают. Если говорить про палетку Novo, то здесь полное совпадение. Это оттенки Belle и Easel и Wings. То есть это то же самое. Точно такая же текстура. Классно набирается на кисточку, классно переносится, отлично держится на глазах. Но вы должны понимать, что все будет зависеть от того, какая у вас посадка века. У меня практически все тени без баз, без липких текстур. Они скатываются на подвижном веке. Я про это знаю, поэтому я всегда использую подложки. Если у вас такая же ситуация, как у меня, просто берите любые кремовые тени и приклеивайте блесточки на кремовые тени. Все будет держаться бомбически и круто. Говоря про цвета, давайте поговорим про оттеночки. Оттенок Mercury это серый, серо-даже серебристый оттенок. Очень красивый. Именно супер холодный оттенок. Очень круто, очень здорово. Если вы любите какие-то сероватые макияжи, но вам не хватает именно вот такой супер холодной блесточки, то это оно. Описывая оттенок Orion, это конечно что-то с чем-то. Этот все-таки блесточка немножечко отличается от оттенка Sign и Mercury, потому что здесь есть дополнительные спарклы с золотистым виде. С золотистым цвете, простите, извините. Что-то похожее с натяжкой. Это оттенок Peacock из палетки Novo, но не на 100%. Здесь в Orion блесточки будут крупнее. Из плюсов они не отваливаются вам под глаза. Это тоже дорогого стоит, но будьте аккуратны, когда вы переносите этот металлизированный оттенок, потому что если блесточки случайно кисточкой затенете, и они вам попадут на реснички, то конечно же эти остатки могут вам особыть под глаза, и вы не уберете эти блесточки, потому что они слишком сильно цепляются к коже, и придется просто закрашивать, не знаю, там, консилером, тональной основой. Но оттенок просто бомбический. И описывая его, издали он кажется розовым, но на глазах он не розовый. Он скорее уходит в... Ну, во-первых, немножко дуохромет из розового в золотой, и больше смотрится все-таки как золотой. Такой базовый золотой, с легкими укреплениями розового. Ну и плюс дополнительный спарклый в виде золота. Очень красивый и интересный оттенок на каждый день. Мне кажется, он безумно крут. А теперь поговорим про оттенок Sun. И я не зря вам говорила запомнить палетку Primrose. Здесь есть точно такой же рефил. Один в один. Вот прям вообще не отличается. Здесь у нас с вами оттенок Sun. Сейчас вы в любом случае увидите более подробный сводчик. И из палетки Primrose это мой самый любимый оттенок, который называется Rose Water. Это то же самое. Это одна и та же формула. Это даже один и тот же оттенок с теми же самыми вкреплениями. Золотисто-розоватый. Есть ли какая-то разница? Окей, они совпадают где-то на 90%. Есть ли какая-то разница? Да, но она совсем минимальная. Rose Water скорее больше содержит именно розовых частиц. В то время как оттенок Sun из палетки Cosmos все-таки содержит больше золота. Но в то же время здесь очень много розовых частиц. И именно поэтому основным оттенком на подвижном веке будет золотой. Но вы все равно будете видеть эту розовинку. Классный цвет. Обожаю, люблю. Но почему настолько схожий Refill в двух палетках? Ну, честно сказать, не очень сильно этот момент. Понимаю. А, говоря еще про Primrose. Здесь тоже есть легкая подстава. Оттенок Space Dust. Я сделаю, наверное, вот так. Очень похож на оттенок Honey из палетки Primrose. Давайте я вам сразу сделаю сводчик. Но оттенок Space Dust будет чуть более нейтральный. В то время как Honey будет все-таки больше уходить в нечто тепленькое. Но на глазах, на мне, эти два оттенка будут смотреться одинаково. Ну, вот прям практически на 200%. Далее. Теперь давайте переходить к самой интересной формуле из этой палетки. И я считаю, что за эту формулу именно и стоит покупать эту палетку. Здесь нет ни единого плохого рефила. Но я просто влюблена именно вот в эти спаркловые оттенки. Это. Простите, извините, я не уверена, как это правильно читается. Казар. Наверное, как-то так. Но это не точно. Супер Кластер и Супер Нова. Это великолепен. Это спарклы без базы. Это именно отдельные частицы, которые дуахромят. Притом каждый из оттенков дуахромит. Это смотрится безумно красиво на глазах. Сейчас в чистом виде, без подложки. Мне нравится то, как смотрятся эти тени. Мне нравится то, как зеленовато-синеватое тенок уходит в голубовато-зеленоватый. И это получается очень красивый легкий переход. Описывая оттенок Казара, я должна предупредить, что здесь есть еще фиолетовые нотки. Именно благодаря этому он будет также круто смотреться рядышком с Супер Новой. И будет идеально в друг друга переходить и переливаться. Под некоторым углом сегодняшний макияж во внешнем уголочке отдает больше фиолетовым. В то время как Супер Нова, который ближе ко внутреннему уголочку, уходит больше в зеленцу. Очень классное сочетание. Очень красивая текстура. Не сыпет под глаза вам. То есть вы можете посыпать, если вы не совсем удачно наберете продукт. Если вы наберете слишком много и случайно, например, зацепите кисточкой реснички. И потом с ресничек опять вам может осыпать под глаза. Это единственный случай. У вас опять не получится их отодрать от зонов под глазами. Потому что это настолько въедливые блесточки, что их только перекрыть или просто оставить как есть и забыть. Круто, здорово. Сейчас я вам расскажу и покажу схожую текстуру. Она есть в палетке Huda Beauty Rose Quartz. И сравнивая оттенок Супер Нова. Вот именно этот оттенок Супер Нова безумно похож на два рефила из палетки Huda Beauty. Первый называется Cosmic Love. Но он будет чуть-чуть более фиолетовый, чуть-чуть более темный. А второй оттенок у нас называется Moon Magic. И Moon Magic наоборот будет чуть посветлее. Если смешать оттенки Moon Magic и Cosmic Love, то у нас получится с вами более-менее схожая текстура на Анастасию Беверли Хиллз. Анастасия. И вот наша с вами Huda Beauty. Да, это не стопроцентное попадание. Но это вам наводка на формулу. То есть если у вас есть Rose Quartz и вы влюблены в эти блесточки, то вы в Анастасию Беверли Хиллз влюбитесь тем более. И сравнивая эту палетку с выпуском от Наташи Диноны, если вам нужно качество повыше и цена пониже, то берите Анастасию Беверли Хиллз. Если вам только конкретно не нужны какие-то зеленовато-оливковые оттенки. Если вам нужна оливка, то конечно тут без вариантов в палетке Cosmos этого нет. И на этой ноте мы сегодня с вами заканчиваем. Напишите пожалуйста в комментариях, как вам эта палетка и как вам цветовое решение. А еще как вы относитесь к этим нововведениям, к этой новой формуле блесточек без базы. На мой взгляд это выглядит очень прикольно и очень свежо. Я надеюсь видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте пожалуйста ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр, желаем вам хорошего дня, солнечного настроения и пока-пока.